По обвинению в терроризме в Петербурге задержали шестерых уроженцев Средней Азии. Связаны ли они с недавними взрывами в подземке? Все подробности далее в сюжете. На кадрах, распространенных через СМИ российскими правоохранителями, штурм одной из квартир в Петербурге на третий день после взрыва в метро. Задержаны шестеро выходцев из Средней Азии, предположительно сторонники ИГИЛ. Что здесь делаем в квартире? Живем. При обыске обнаружены агитационные видеоматериалы. Вот они, в памяти мобильного телефона. Проповедники идеи исламизма призывают добровольцев пополнить их ряды. По словам задержанных, перед отправкой в Петербург они также общались с представителями ИГИЛ у себя на родине. Гражданин какого государства? Киргизии. Ты где-нибудь обучался? Я? Да. Где? У нас? У нас где? На Киргизии. Ну, там где? В духовном? Да, в Медресе. Как он Медресе? Как называется? Медресе, и нам термите. В Следственном комитете России задержание уже прокомментировали. Связи между взрывами и предполагаемыми сторонниками ИГИЛ там не видят. Напомним, в организации взрыва в подземке российские СМИ накануне подозревали уроженца Башкирии Андрея Никитина. Позже молодой человек сам пришел в полицию и после дачи показаний обвинения с него были сняты. Сразу же после этого следственные органы распространили заявление о том, что им известна личность террориста. Им оказался 24-летний уроженец Кыргызстана. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер.